Мы имеем дело с малоизученной болезнью. Коронавирусная инфекция сегодня в центре всеобщего внимания. И сбор информации о течении заболевания у разных людей, пожалуй, самая актуальная задача. На сегодня это задача вот этого иммуноферментного анализа определить всё-таки количество людей, которые переболели и сформировали иммунитет. Почему люди так по-разному переносят заболевания, тоже одна из загадок. Во всяком случае, пока опыт, накопленный при исследовании инфекционных заболеваний, используется и сегодня. Полимерная цепная реакция, ПЦР, высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики. Он используется давно, десятилетиями. А вот иммуноферментный анализ позволяет обнаружить не сам вирус, а антитела, которые борются с ним. Это более молодой метод. Иммуноглобулины G покажут, что человек переболел. И это нам является уже показателем, что при следующем столкновении с этой инфекцией человек этот не заболеет. По сути, речь идёт о том, что все мы можем и должны пройти тестирование. И эта работа ведётся во всех лечебных учреждениях. Здесь образцы крови. Да, здесь образцы крови от пациентов. И дальше проводится исследование этой крови иммуноферментным анализом на мощных анализаторах, которые дают результат нам на лече. При этом самостоятельно в поликлинике могут приходить только здоровые люди без симптомов ОРВИ. Пациент с симптомами может обратиться к своему участковому врачу. И исследование будет проведено на дому. Масштабное тестирование ведётся уже не первый месяц. Пополняется информационный банк данных для аналитики. И всё яснее становится контур того иммунного барьера, который в конечном итоге и должен остановить эпидемию. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый, Мытищинский.